вы на канале light всем привет есть у меня вот такой шикарный плед который я сваляла потом он у меня долго лежала решила его все-таки украсить вот украсила вышивкой и пока его украшала то да все кошки мне взяли и выдергали вот эти вот вот это вот бахрому поэтому я решила поскольку у меня есть локоны я решила их привалять сухим способом для этого я беру локон расчесываю корень этого локна распушаю и это делаю на весу беру такую штучку кладу на губку довольно таки толстую и сейчас я его буду приваливать сухим способом потом я это все дело замылю и постираю в стиральной машине тем более локоны они у меня немножко подкрашены в цвет вот этих вот цветочков кошки бесит вот сегодня я буду заниматься этим а мне пришла посылочка вот в таких смешных пакетиках и что самое интересное дошло ведь я приобрела болванки пакетики конечно порвались маленечко по дороге но ничего но это не почта это у нас энергия сейчас я при вас распакую и посмотрим с вами на болваночки я приобрела 5 болваночек смешных вот на таких ножках болваночки на ножках мало того что это не только ножки они еще являются запорным механизмом вот мастера на руси второй пакетик как эти пакетики не провались непонятненько видите какая штука бывает раз и все и конструкция потеряла свой вид вид хорошо что у меня клей есть я уже прикупила для таких целей клей сейчас мы все поподробнее рассмотрим понятно что все эти конструкции делал один мастер потому что очень похожие все так о боже вы не поверите тут мышиное говно какой ужас это просто жуть это мышиное говно ну в смысле помет помет я в шоке какой ужас люди даже не заботятся ни о чем вообще ну ладно что теперь поделаешь сильно руками не будем это все трогать поскольку можно еще и дышать не надо теперь посмотрите еще раз обращаю ваше внимание посмотрите какой интересный механизм запор представляете то есть эти все болванки их можно раз как это раз разобрать я вот тут видео снимаю не могу никак сказать что вот этот механизм вот он сейчас в собранном виде а его можно весь раз разобрать блин риндец старость не радость разобрать короче говоря все это можно разобрать но поскольку мне у меня с этим с мышлением плохо человек видать сразу подумал что надо и в собранном виде прислать вот так интересно смотрите тут тоже это все на мелкие детали можно разобрать но вот тут даже я первый раз такое вижу что вот тут на саморезах на саморезах вот такие вот запоры вертушки смешно конечно но конечно мышиное мышиное это меня даже по немножко потрясло смотрите ну конечно валять на таких этих шаблонах и на таких болванках тяжеловато потому что у нас же войлок полностью облегает вот эти все выемки поэтому тут нужно шпаклевать во первых мне нужно наверное будет их склеить ну вот такие вот смешные болванки смешные пакетики смешные болванки смешное понятно что ну ладно в принципе очень даже неплохие неплохие конструкции хоть и разборные о у меня собака пакет нализывает значит там еще что-то из этой области из мишиного любят они это дело вот заказ был доставлен компанией энергии спасибо ей большое очень быстро оперативно а самое главное по нынешним временам очень дешево 11 килограмм всего лишь за триста восемьдесят рублей да здравствует первым первым делом конечно я эту конструкцию всю промою хлоркой несмотря на то что древесина может развалиться растрескаться ну просто после мышиного говна как-то даже чисто психологически очень трудно это все взять в руки ну форма конечно потрясная зад морда это зад а это уже морда вот так написано зад и морда вот такие операции приходится проделать как обычно то есть первым делом стерилизация дезинфекция а не стерилизация стерилизует это же кипятком а у меня тут нет уже кипятка ой мамочка моя так а теперь попробуем это все раз раз блин опять это слово забыла разобрать да слушайте ну по моему оно склеенное точно капец это все склеенное мастер догадался это склеить слава тебе господи мне не придется тратить клей так но все равно вот у меня все время очень много дома шерсти всякой несмотря на то что не только от того что я валяю а от того что у меня еще и животные ладно вот такая полваночка с венчиком видите какая прикольная естественно она не стоит нормально она шатается но это все мелочи жизни короче она похоже уже склеенная теперь номер 2 номер 2 я так полагаю это тоже штучка склеенная тут вот еще этот прилепился ну да наверное склеенная потому что вот я пытаюсь и никак о нет о нет смотрите-ка ну давайте мы ее сначала всю прорезем так ну ка брысь отсюда лиза у меня тут такой командный тон потому что я делом занята дезинфекция так сказать ооо прикольно вот как правило приходится покупать в таком вот большинство в таком вот виде болванки потому что люди выжимают из них все что могут потом это не пользуется спросом их шапки из меха наверняка они же не валяли на этих болванках а шире шапки потом они валяются где-то в каких-то там деревнях складах ну на полках вау вот вы знаете каким надо мышлением обладать что вот эту вот конструкцию сделать это же вообще я бы в жизни никогда это все не сконструировала потому что у меня мозгов не хватит на это я просто преклоняюсь перед мастерами и этих болванок я так это первичная обработка просто вода с хлоркой стереть основную пыль и мышиные какашки у меня в деревне тоже есть в нашей деревне где у нас есть дом у меня тоже есть была знакомая мышь я всегда приезжала и кормила ее на лето мы привезли туда кошек я охраняла охраняла эту мышь она у нас всю зиму перезимовывала с такой я не знаю с таким трудом выживала хоть и оставляла там корм но все равно а потом не уследила я ее наша кошка взяла и поймала у меня был стресс я вообще к мышам нормально отношусь несмотря на то что говорят что они заразу разносят мне кажется люди больше заразы разносят чем чем животные и вообще благодаря животному у нас есть иммунитет по крайней мере у меня что касается меня мы все переболели я переболела ковидом и переболела я очень легко на ногах я даже если бы мне не сказали что это ковид я бы даже не думала что это ковид потому что я поняла это только потому что у меня исчез нюх то есть запахи я начала ощущать не так давно и то благодаря вьетнамскому бальзаму звездочка то есть я поняла что я переболела что у меня пропал нюх и нюх как-то надо возвращать а он ни в какую не возвращается месяц не возвращается два не возвращается решила я попробовать намазать крылья носа бальзамом намазала и резкий вот этот бальзамовый запах ну-ка Яна отойди резкий бальзамовый запах вернул мой нюх к жизни но тем не менее я не все запахи ощущаю давайте вот эту теперь посмотрим красоте это у нас картуз такой несколько у него тут ребер такой интересный вот он точно еще не склеен ну вот видите как неудачно вот эту штуку он посадил на саморезование это не надо потому что когда я буду валять у меня булгарки здесь будут на на этой как ее зовут может быть он ее приклеил саморезами для того чтобы приклеить вернее он ее зафиксировал саморезами чтобы приклеить а уж потом ну я попрошу Артема Петровича эти саморезы вывернуть или сама выверну шуруповертов на этот у меня ума хватит вот такой вот интересный картуз конечно вам интересно сколько же такая штука стоит каждый болванка стоит 500 рублей это минимум за что они продают бывают такие экземпляры годов наверное пятидесятых шестидесятых которые продают за тысячу рублей тысяча восемьсот вот такие вот цены на авито есть конечно люди которые уступают а есть которыми не стоит торговаться вообще могут обидеться так что вот так разбираем да боюсь что я потом наверное не соберу если я ух ты вот не пойму кажется это тоже приклеено потому что вот видите что то тут шатается видать не сильно клеили клеили не сильно не сильно хорошо приклеили потому что вот эта часть она склеена я так понимаю а другая часть она зафикси не зафиксирована ой вот такие вот сюрпризы бывают конечно но я уже поняла что если ты на авито покупаешь болванку которая стоит меньше трех тысяч то конечно тебе придется что то с ней делать вот как в данный момент мыть дезинфицировать шкур шкур режем по кругу шкур режем по кругу лапа вырезаем по кругу и сбариваем сбаривает короче я так понимаю что на этих болванках мех натягивали для меховых шапок я же конечно этим страдать не буду я вообще против убийства какого-либо зверушек бедных так что я рада что эти болванки ко мне попали больше никогда в жизни на них никто не будет натягивать мех я вообще теперь уже коллекционирую их даже не столько для производства этих шляп а просто для того чтобы они у меня были стояли разукрашивались вот вот эта вот болванка явно она не склеенная она легко раз ну раз как это тем по русски раз блин триндец клирус разламывается пусть будет так мне уже последнее время очень трудно подбирать русские слова потому что я общаюсь на русском языке очень мало очень мало общаясь вот поэтому этот канал для меня даже какая-то панацея чтобы я опять вернулась к этому русскому языку и начала хоть с кем-то общаться все свое время свободное я провожу дома а дома я могу только общаться с собакой и с кошкой с кошками с собаками набор у меня лексики очень минимальный я думаю вы догадываетесь какой я рада что у меня есть возможность пообщаться на канале хоть о чем-то рассказать вообще это очень важно еще говорят важно в нашем возрасте читать вслух минимум 20 минут и просто считать до 100 вслух никак не могу себя заставить это делать так что я безумно рада что у меня есть возможность с кем-то пообщаться на ютубе вот настали такие времена что мы уже не ходим друг другу в гости из-за этого ковида да тут еще и знаете что как-то в последнее время все очень сильно поменялся в нашей жизни ну ладно мы же не будем насчет этого расстраиваться если вам достался лимон как это говорит Дэл Корнеги сделайте из него лимонад вот и будем делать лимонад два в одно у меня канал на ютубе где я могу рассказывать про свои занятия любимые к тому же еще и совершенствовать свою речь конечно я понимаю что очень важно читать произведения художественные тем более вслух но у меня как-то на это не то что нет времени время конечно я бы нашла у меня нет желания почему-то мне кажется это скучно то что раньше было обязательно допустим уже все читали Достоевского там не знаю всех этих классиков Чехова сейчас я слушаю аудиокниги и если честно да мне скучно я могу послушать 30 минут и все короче говоря надо заставлять себя читать это Федя у меня безобразничает Федя так безобразничает все это я промыла и осталась у меня последняя говеная болванка конечно надо одеть майку марлю на нос чтобы не дышать этим так кошки безобразники вот наверное было бы здорово воспользоваться пылесосом чтобы все это грязищу но поскольку у меня дома пылесоса нет ковров нет к счастью вот придется это все руками делать все это плещу грязищу ой чувствую уже чувствую эту мышиную эту лихорадку ну будем надеяться что обойдется все обойдется тут тоже такие вот запоры очень интересные первый раз такую конструкцию встречаю пока еще не могу понять нужна мне эта конструкция нет но во всяком случае она мне будет мешать почему потому что я же буду заворачивать мне нужно будет крепить куда-то булавку иголку усиленную кнопку и у меня здесь вот она мне не будет давать поэтому я попрошу все-таки мужа вывернуть эти саморезы и убрать эти запоры так она не склеена между собой все эти детали конечно мне нравится когда болванка монолитом идет то есть не надо мне тут не клеить ее протер тряпочкой с хлоркой зашпаклевал где надо и все но однако вот почему-то предпочитают мастера предпочитали сейчас я уж не знаю делают они это или нет это явно что уже лет 20 минимум этим шикарным болванкам тем более вот тут уже все треснуло подклеивали но тем не менее я рада что они ко мне попадают я рада что я могу их реставрировать это так кажется называется и рада что у меня моя коллекция пополнилась пятью такими сногсшибательными шапочками болванками вот ну наверное хватит уже тут болтать тем более я уже протиралась все на сегодня всего доброго пока пока я все-таки этот картузик разобрала на мелкие части сейчас они у меня сушатся а здесь на второй болванке или там я не знаю на какой по счету я нашла такую удивительную запись очень русская запись надеюсь видно да вот так вот доходчиво мастер показал что где находится это меня конечно насмешило вот мой муж помог мне разобрать оказывается там не было ничего приклеено я просто снимаю шляпу перед теми мастерами которые смогли создать такие конструкции я вообще бы никогда в жизни и вот попросите меня сейчас собрать это да я буду очень долго долго разбираться как и куда в какой паз что воткнуть а это люди совершенно отдельные детали собрали вернее выточили а потом еще и собрали в одно целое для меня это просто фантастика я вновь реклама Продолжение следует...